Девушки отдыхают Минсоцзащита разъясняет пенсионную реформу Попали в десятку Ассоциация спортивной прессы Молдовы назвала лучших спортсменов года Цветы и свечи у посольств России и Германии Слова искренней поддержки и соболезнования, телеграммы и заявления Молдова потрясена двумя трагедиями, случившимися накануне вечером Убийством российского посла Андрея Карлова в Анкаре И терактом в Берлине, повлекшим многочисленные жертвы Откликнулись все от официальных лиц до простых граждан Осудил международный терроризм президент Молдовы Игорь Тадон Все народы мира должны объединиться против вакханалии глобального террора И нанести поражение тем, кто этот террор вдохновляет, направляет и финансирует От имени исполкома Гагаузи и от себя лично телеграмму со словами соболезнования Направила послу России в Молдове Башкан Ирина Влах Народ Гагаузской автономии глубоко опечален, известен о трагедии И хотел бы выразить слова соболезнования родным и близким Андрея Геннадьевича Гибель людей всегда тяжелая и невосполнимая утрата Мы разделяем печали боль всех, кого коснулась эта ужасная трагедия В соцсети свое мнение высказал также лидер нашей партии Рината Усатый Это варварские жестокие атаки, при помощи которых террористы пытались нанести удары Не только по России и Германии, но и по всей глобальной системе безопасности Российский дипломат был застрелен в спину прямо перед объективами телекамер Люди в Берлине, пришедшие на ярмарку в праздничном настроении, задавлены под колесами грузовика Это типичный почерк трусливых подонков-террористов В знак солидарности с российским и немецким народами к посольствам этих стран в течение всего дня Возлагали цветы представители политических партий, общественных организаций Просто неравнодушные к чужому горю граждане В присутствии посла России в Молдове Фарита Мухаммедшина Цветы к зданию посольства возложил действующий президент Николай Тимофти В связи с убийством Андрея Карлова министр иностранных дел европейской интеграции Андрей Галбур Направил послание своему российскому коллеге Сергею Лаврову В котором передал соболезнования семье погибшего и выразил солидарность с российским народом в эти моменты Молдавское внешнеполитическое ведомство также осудило теракт, произошедший 19 декабря в столице Германии Министерство выражает солидарность с властями Германии Глубоко сожалеет о потере человеческих жизней и выражает сострадание семьям погибших Министерство подтверждает приверженность Республики Молдова к борьбе со всеми формами терроризма И подтверждает необходимость объединения и активизации международных усилий в борьбе с ними Представители Молдавского посольства Берлина обратились с ходатайством к местным властям Выяснить, нет ли среди пострадавших и убитых молдавских граждан Воров на нары, остановить воровство, остановить геноцид, дорожают продукты, растут тарифы, жирует власть Правительство в отставку Под такими лозунгами проходил протест у здания Национального агентства по регулированию энергетики На митинге, организованном партии социалистов и молодой гвардии, граждане выступали против повышения цен на услуги Очень высокие тарифы, экономический уровень граждан не такой высокий Учителя и медработники, и библиотекари, и вообще сельгосработники не могут получать такие высокие зарплаты, как, допустим, у нас получают и нонфенос Еще в начале декабря поставщики потребовали увеличить с 1 января тарифы на распределение и поставку электроэнергии На 20 декабря административный совет Наре назначил открытое заседание, на котором рассматривалась корректировка цены на производство электроэнергии Сегодня мы пришли сюда, к Наре На 10.00 назначены публичные слушания, в рамках которого термоэлектрика будет аргументировать повышение тарифов На следующей неделе будет Юнион Феноса с таким же требованием Юнион Феноса потребовала повышение тарифов на 60% Сегодня послали запрос в Центр антикоррупции Требуем и от Министерства финансов провести комплексную финансовую ревизию тех компаний, которые оказывают услуги Социалисты также потребовали от Наре заказать международный аудит всех компаний-поставщиков услуг в Молдове По их мнению, тарифы в стране одни из самых высоких в Европе, а население самое бедное Посмотрите, в какие боты я обута, во что одета Посмотрите, все имеют что носить, а у меня один платок Понимаете, мне очень тяжело, сижу на хлебе и воде Собравшиеся были недовольны не только ростом тарифов, но и ситуацией в стране в целом Я присоединился к требованиям совершенно сознательно Потому что в нашей стране столько безобразия, столько хамства, столько нехорошего отношения к населению Что не пойти и не поддержать требования социалистов, ну это по крайней мере непорядочно Партия социалистов объявила о возможности нового протеста Он может состояться после того, как Наре представит отчет об эффективности управления финансовыми средствами поставщика электроэнергии Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение отклонить запрос госкомпании термоэлектрика о повышении тарифа на электроэнергию По мнению чиновников, нынешний тариф достаточен для того, чтобы покрыть расходы на производство электроэнергии Министерство социальной защиты и труда выступило с разъяснениями по поводу пенсионной реформы По словам министра Стеллы Григораш, мы близимся к кризисному соотношению работающих получателем пенсии Согласно прогнозам ООН и Академии наук Молдовы к 2035 году количество людей старше 60 лет составит 25% от общего числа населения республики При существующей системе средств на выплату пенсий уже не хватает Если не провести реформу сегодня, завтра может быть поздно В течение 2-3 лет система рухнет, а последствия для населения будут драматичными и непредсказуемыми для общества Мы не можем смириться с ситуацией, когда свыше 83% пенсионеров получают пенсию меньше прожиточного минимума А другие категории более 20 тысяч леев Министр также напомнил о рекомендациях социальных партнеров помнить равноправие То есть пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть одинаковым По словам Григораш, к единым 63 годам в Молдове придут к 2028 году В то же время разработчики новой системы обещают появление простой формулы Которую поймет любой работающий и сможет самостоятельно рассчитать свою будущую пенсию Реформа вызвала нарекания общественности Главным аргументом является низкая продолжительность жизни после выхода на пенсию Валерий Мунтиану может заменить Анатолия Шалару на посту министра обороны Такое решение приняла либеральная партия Об этом ее лидер Михаил Гимпу заявил во время выступления на одном из местных телеканалов Это человек, который, если дать ему рабочее место, трудится упорно Просыпается рано, точно как в армии Он лучше, он более профессионален, он известен Он прошел хорошую школу в Румынии Имеет образование в сфере обороны Как сообщил лидер ЛП, он будет настаивать на том, чтобы Николай Тимофти Находящийся на посту президента в последние дни Принял отставку Шалару и назначил Мунтиану в срочном порядке Поскольку опасается, что Игорь Тадон может ее отклонить Трения между Михаилом Гимпу и Анатолием Шалару начались две недели назад И шли по нарастающей Шалару было отказано в политической поддержке Он подал в отставку с поставицей председателя партии А теперь коллеги по партии требуют его отставки с поста министра В Приднестровье после победы на президентских выборах Вадима Красносельского Идут кадровые перестановки Новый лидер региона обещал завершить назначение к концу текущей недели Так председателем правительства назначен 35-летний экономист Александр Мартынов Основные задачи это обеспечение стабильности выплат заработных плат и пенсий В обязательном порядке Это финансирование бюджетных учреждений, объекты здравоохранения, образования Вы прекрасно понимаете о чем я говорю Конечно же это поддержание правопорядка Спикером Верховного Совета стал Александр Щерба Его заместителем Галина Антюфеева Председателем Центробанка Вячеслав Тидва Одной из ключевых должностей в правительстве министра внутренних дел занял Руслан Мова До 2012 года возглавлявший управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Подающим в отставку министрам предыдущего состава исполнительного органа обязуется оплатить отпуск Частный телеканал ТСВ сообщил о том, что Приднестровье уже покинул бывший министр экономического развития Дмитрий Болтрушко Уроженец Беларуси, приглашенный в Приднестровье, уже из Москвы Журналист Анатолий Голя изменит на одну неделю формат своей программы Она выйдет не в пятницу, а в среду Это будет совместное интервью с радиостанцией Европа-Либером В паре с Валентиной Урсу Анатолий Голя задаст вопросы Андреану Канду Журналисты обсудят со спикером Молдавского парламента итоги года и планы на будущее Законопроекты, которые парламент принимает в крайне сжатые сроки Причины и последствия появления закона о налоговой амнистии Спешность утверждения пенсионной реформы, а также реформы публичной администрации Наших коллег интересует видение Андреана Канду Как будут строиться отношения между парламентом и новым президентом Молдовы Игорем Дадоном А также какие перемены ждут демократическую партию Программа выйдет в эфир в среду в 19.00 В течение следующих четырех лет из Национального фонда регионального развития Будут финансироваться 52 проекта на сумму 1 миллиард 300 миллионов леев Их одобрил Национальный координационный совет по региональному развитию Проекты оценивались в несколько этапов Приоритет отдавался тем, которые связаны с развитием инфраструктуры региональных и местных дорог Водоснабжением и канализацией, менеджментом твердых отходов, развитием инфраструктуры бизнеса Повышением привлекательности туризма и энергоэффективности общественных зданий На конкурс была представлена 321 концепция на сумму около 7 миллиардов 800 миллионов леев Большинство одобренных проектов предполагают развитие водоснабжения и канализации Мясо и колбаса не доехали до местного назначения Полтонны изделий незаконно пытались провести граждане Молдовы в пассажирском поезде номер 342 Сообщением Кишинев Москва Мясо и колбаса перевозились без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Росельхознадзора Без маркировки и с нарушением условий транспортировки Как сообщило Управление Росельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Данный случай выявлен в рамках мероприятий по выявлению и пресечению каналов Незаконного перемещения сельскохозяйственной продукции на железнодорожной станции Суземка В полтонны входили 125 килограмм мяса птицы, 160 килограмм колбасных изделий И 240 килограммов мяса неизвестного происхождения Вся небезопасная в ветеринарно-санитарном отношении продукции возвращена на сопредельную территорию А ее владельцы привлечены к административной ответственности Обладатели международных и региональных медалей стали участниками галлы олимпийцев Его организатором выступило Министерство просвещения В 2016 году молдавские ученики завоевали за рубежом 33 медали Годом ранее получили на две медали меньше Школьники представляли Молдову на международных и региональных олимпиадах, прошедших в 11 странах Швейцарии, Вьетнаме, Китае, Российской Федерации, Румынии, Кипре, Македонии, Болгарии, Индонезии и так далее Министерство создало своеобразный рейтинг учебных заведений в зависимости от количества завоеванных их учениками наград Наибольшее количество награжденных учеников 21 обучается в Кишиневском теоретическом лицее «Аризонт» По три в Кишиневских теоретических лицеях имени Михаеве Тязул и Георгии Осаки Два ученика посещают Бельский лицей имени Михаева Менеску По одному Кишиневский лицей имени Михаила Кагалничяну, Георгии Калинеску, Петру Мавилы и Прометеу Прим Остальные шесть учеников удостоившихся поощрительных грамот учатся в Кишиневском теоретическом лицее «Аризонт» и Прометеу Прим Заслуженные награды получили спортсмены Лучших из лучших определили члены Ассоциации спортивной прессы Молдовы Они составили свою десятку Первое место разделили тяжелоатлет Александр Шпак, занявший пятое место на Олимпиаде в Бразилии И метательница Молота Залина Маргиева, также ставшая пятой на Олимпийских играх Ее наставник Саслан Маргиев был признан лучшим тренером года В десятку лучших спортсменов года вошли тяжелоатлет Сергей Чекир, ставший седьмым на Олимпиаде Футболист-полузащитник сборной Молдовы и российского клуба Ростов Александр Гацкан Теннисист Раду Албат, лучники Даналару и Александра Мырку, представившие Молдову на Олимпийских играх Дзюдоист Валерий Думенико, дошедший до 1-8 финала Олимпийского турнира Тейквандист Аарон Кук и тяжелоатлетка Наталья Прищепа, завершившая выступление на Олимпиаде на 12 месте Специальные награды за спорт равных возможностей была удостоена Лариса Мариненкова Ставшая седьмой в паралимпийском турнире по пауэрлифтингу